Интернет – великая сила, так считают пользователи паутины. Сегодня высоте скорости позволяют работать из любой точки мира и общаться с дорогими людьми так, словно между ними нет расстояния в тысячи километров. Кирилл испытал это на практике. Продолжительное время он жил в Дубае, и единственный источник связи с семьей был интернет. Находясь за 5000 километров от родного дома, с помощью двух кликов на телефоне я мог позвонить своим родным или друзьям и увидеть их по видео. Также с помощью интернета я мог запросто в чужой стране ориентироваться с помощью различных онлайн-карт. И благодаря этому я не чувствовал себя потерянным и не боялся потеряться в другой стране. Интернет – еще и место для самореализации. В мире насчитывается почти миллиард блогеров. На своих страничках они рассказывают об искусстве, учат готовить, шутят, и все это не выходя из дома. Несмотря на массу достоинств, интернет может навредить. Как говорят психологи, в сети демонстрируют не себя, а созданный образ. У виртуальной личности есть только цифровой аватар. Нередко он бывает далек от реальности. За профилем счастливого, на первый взгляд, человека может скрываться тот, кто заходит в сеть, чтобы выплеснуть злость. Он может вести себя так, как ему хочется, он может презентовать себя так, как ему хочется, и разговаривать. Ведь мы знаем о том, что бывают такие случаи хамства, допустим, хамского поведения, когда в реальной жизни человек за это бы получил сдачи, причем иногда физической сдачи, то в интернете человек может, и таких людей называют хейтеры, которые специально создают аккаунты для того, чтобы избавляться от своей агрессии, излишней агрессии, которая у них есть. Стоит отметить, что подобными расстройствами нередко страдают подростки. Как отмечают специалисты, эта группа людей наиболее уязвима. Поэтому нередко на удочи виртуальных мошенников попадаются именно они. Старшее поколение не исключение. От интернет-зависимости страдает 53% взрослых россиян.